Как я и предполагал, сомнения Радия Фаридовича Хабирова в том, проводить или не проводить мероприятие в поддержку Владимира Путина, были кратковременными, и уже завтра, в пятницу, в Уфе состоится это мероприятие. Большое количество призванных к этому всему бюджетников из разных городов Уфы, привезенных за государственный счет в рабочее время, а значит, тоже за государственный счет, послушают песни Элвина Грея, он споет им ртом что-нибудь веселенькое, ну понятно, спецоперация же идет, и еще какая-то там местечковая группа «Город номер сколько-то» тоже исполнит свои песни, видимо, прямо из кузова грузовика. Все это будет явлено миру и, самое главное, Москве, как подтверждение того, что народ Башкортостана неизменно поддерживает курс Путина и его действия по части переустройства мира, ну, собственно, галочка будет поставлена. Вообще, власти у нас в России так поступают традиционно и довольно давно уже, то есть, когда у них в Москве появляются обоснованные сомнения в том, что существенная часть населения поддерживает их действия, будь то экономические реформы, выборы или вот теперь спецоперация с применением вооруженных сил, в этот момент власти требуют от регионов, от городов и сел, чтобы бюджетников подневольных людей выстроили в определенные колонны или определенным порядком, и они подтвердили с флагами в руках то, что они разделяют действия федеральных властей. По сути, властям необходимо сделать как можно большее количество людей соучастниками тех событий, которые они затеяли и тех действий, которые они совершают. Это, конечно, очень сильно напоминает некие традиции круговой поруки, когда ответственность делится на максимально, возможно, большое количество людей, люди втягиваются в круг этой ответственности и определенным образом начинают себя отождествлять с тем, что происходит, ну, в данном случае с тем, что происходит на Украине. Вообще все вот эти вот митинги, шествия, автопробеги, выстраивание в виде определенных букв латинского алфавита, все вот это вот, связанное с Z-пропагандой и Z-идеологией, оно мне в последнее время напоминает некий Иордан, когда людей загоняют в определенный водоем, в определенную субстанцию и, в общем-то, приобщают к этой всей идеологии. В данном случае речь идет о вот этой Z-идеологии. И все это вместе принимает все больше и больше какой-то некий религиозный характер, вера, некий оттенок такого чего-то очень потустороннего, а вера, как известно, это штука такая, не требующая доказательств, требующая только определенного следования учению и каким-то мыслям. Соответственно, мне складывается впечатление, что средства массовой информации и вся вот эта идеологическая конструкция в Российской Федерации в ближайшее время вообще перестанет пользоваться какими-либо доказательствами необходимости или подтверждениями рациональности того, что происходит в данный момент. Веру не нужно доказывать, веру нужно просто верить, как известно. Соответственно, они уже и перестанут придумывать всякие истории про летающих заразных птиц, про несуществующее ядерное оружие и всевозможные прочие проявления злодейства с противоположной стороны. Соответственно, доказывать необходимость этой спецоперации будет совершенно без надобности, можно будет просто в нее верить. Ну а следуя теории религиозности вот этого всего происходящего, можно предположить, что те страдания, которые вынуждены будут нести россияне в итоге и в результате, и как следствие вот этих вот событий, лишения, отсутствие нормальных продуктов, отсутствие элементарных компонентов в цивилизованной жизни, все это будет трактоваться как некое искупление, возможно, наказание за бездействие некоторых в течение последних восьми лет. То есть, ну, варианты, конечно, есть, но в любом случае это тоже будет носить какой-то такой схоластический религиозный окрас. Я, конечно, очень надеюсь, что когда рано или поздно весь этот морг спадет, все вот это вот, вся эта пелена с глаз и из мозгов людей будет снята, ну, тогда, наверное, рядовые участники и те, кого завтра повезут автобусами из террельтомахских детских садов и прочих мест повезут вот на место вот этого действия, которое случится завтра, кому раздадут флаги, которые будут там стоять, мерзнуть и вынуждены будут слушать Элвина Грея, я надеюсь, что вот этих рядовых участников не коснется никакая мера ответственности за происходящее сейчас в стране и на площадях городов, но, однако, как говорится, ни совесть, ни разум, ни чувство вины, наверное, никто не отменял даже в нашей стране, соответственно, как говорится, это все останется в каждом отдельном участнике этого мероприятия, все это на их совести и останется навсегда в их жизни, как уж они там дальше с этим будут жить, не знаю, надеюсь, что каким-то образом оправдаются хотя бы перед собой или своими детьми. Вишенкой на торте для меня, например, явился разговор вчера вечером с одним достаточно высокопоставленным представителем власти из Уфы. Человек позвонил мне, ну, мы с ним приятельствуем в определенном смысле, и разговаривая, говоря об этом митинге, который должен случиться в пятницу, как-то так очень печально мне сказал, знаешь, я не пойду на этот митинг. Я говорю, а что случилось, вроде вам-то как-то обязательно ходить? А он подумал и говорит, знаешь, что-то страшно мне, как бы потом что-то не вышло. Ну вот это во мне посеяло некую надежду на то, что даже люди, достаточно близкие к власти, понимающие хотя бы отчасти, что происходит, уже начинают задумываться, а стоит ли участвовать в подобных мероприятиях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова